Выставка Тверской областной картинной галереи, которая временно расположилась в выставочном зале Донской, открыла свои двери для любителей искусства. Художник с мировым именем и счастливой творческой судьбой. Он был признан еще при жизни. По словам Владимира Биберина, куратора выставки, популярность творчества Валентина Серова в последние годы заметно растет. Он был, конечно, блестящим мастером, виртуозным, маэстро. Высокое искусство всегда привлекает зрителей. Художник был очень разносторонним человеком. Работал и в станковом искусстве, и в театральном. Он был блестящим иллюстратором. Именно его иллюстрации так живо передают сюжеты некоторых пасен Крылова. Мало кто знает, что Валентин Серов многие свои шедевры создавал в Домотканово, где периодически гостил на протяжении 25 лет. Еще на рубеже 19-20 веков усадьба Домотканово стала крупным художественным центром. Здесь работали левитан и первая женщина-композитор Валентина Серова, мать известного художника. Именно в усадьбе Валентином Серовым были созданы известные многим картины. Девушка, освещенная солнцем, заросший пруд и баба с лошадью, а также многие другие, которые хранятся в музеях России. В выставочном зале Донской любители творчества художника Серова смогут насладиться сразу несколькими гранями его таланта. В коллекции собраны живопись, графика, а также афорты художника. Большая часть тем или иным образом связана с Домоткановой. То есть они либо здесь были созданы, либо изображены какие-то Домоткановские мотивы. История некоторых картин драматична. Портрет Ольги Трубниковой после революции поступил в картинную галерею в плачевном состоянии. Часть изображения была покрыта масляными белилами. И только в 70-е годы слой краски был снят. К сожалению, белила краска достаточно коварная. Она проникает в другие краски, во внутренние слои. И поэтому какие-то микроскопические части белил не удалось удалить. Но, в общем-то, благодаря этому, наверное, изображение приобрело такой очень легкий акварельный слегка вид. Экспозиция в выставочном зале Донской будет открыта для зрителей до 26 июня. Вскоре часть работ войдет в экспозицию Тверского императорского дворца, где будут представлены зрителям на постоянной основе.